Так, оказывается у нас гости. Посмотрим, бывают гости неинтересные? Бывают интересные. Так, Сергей готовится, Сергей Железов к осенним пересадкам. Так, а вот той дамы в руках уже список. Хотят трехлетние, да? И теперь присаживать поздно или нет? Попробуйте это, у вас хоть небольшой склон есть? Вот она как раз у нас на склоннике. Так вот тогда это просто-напросто берите, прокапывайте канал, чтобы там не стояла вода и лед. Ну, теперь вы не ошибетесь. Я взял дуру с земли, подсыпал просто маленько. Ага, молодец. Еще дальше, еще быстрее сгнет. Только фильм снял, вот мой сосед через дорогу, да? Ну я их пересадить могу сейчас. Вот смотрите. Это неудачное место просто. Смотрите, что получилось. Вот мои вот такие, да? Абрикосы. Вот. И яблони. А он взял в этот же год, посадил рыночные. Показываю без обмана. Это в фильме есть. Вот такие вот, метр. В посажную ямку, как у вас. А яблони с трудом гниет корневая шейка, но гниет. Вот. И я показал, как она полностью сгнившая, и почему он прекратил рост и никогда уже больше метра не вырастет. Вот. И что я мог посоветовать? Склон есть, а он еще надеется спасти. Она уже лет восемь, а ему метр все еще. Я сказал, делайте канаву. Тем более, у вас есть склон. В прошлом году метра три было. Ну, а сейчас? А весной не проснулась? Проснулась в июле только. А, ну все, это уже нет. Мы ее пообрезали, она сейчас выросла вся, пушная такая. Мы еще раз обрезали, там веток на ней было. А это второй сорт у нас, еще один куст. Я говорю, может их пересадить на хорошее место. Ну, это надо видеть, понимаете? И может быть на хорошее место, если вы действительно не спасете канавы. Нет, там не спасет. Там заливают весной все. И прям лед стоит очень. А северная сторона получается, за домом. Давайте пересаживать. Пересадить надо, да? Вы сами ее это. Жалко, жалко. Там вот один тоже. Столько лет потеряно. Считайте с нуля. Да. Корни сохраняйте. А одна вот два года сидит, которую ауркали набрали. Ну, корни вот так возьмем, нормально будет же, да? Ну, тут все зависит только от вашего терпения. Я рыл канавы, доставал с комом земли. Знаете, какой ком? Земли я доставал, когда хотел. Мы втроем брали брезент, с трудом ставили этот ком на брезент и не поднимали, а волокли по земле. Так вот так и придется вот эту вот жигулевскую. Ну, поднимать-то, ну... Ну, ладно. Так, зачем приехали? Откуда? Шушенского. О, молодцы. Яблочку хотим, зимнюю. Какой-то нам посоветовали американский сорт. Две брали у вас? Ну, давайте вспоминать. Не знаю. Мне сорт сказали, стали американский. Какой-то. Груши плодоносили? Да. Лютнивую покупали, очень вкусная. А, это моя гордость. Это у меня память о Царстве Небесном, настоящий ученый с Саратова. Ну, деревца вот такой уже. Два года, да, у нас? Кто, Груша? Ну, третий год. Третий год. Ну... Надо бы переименовывать Чернышов Валерий Петрович. Это от него мне, а от меня вашего стола. Так, теперь... Что-то вы... Сейчас, сейчас, сейчас соображу. И вы сказали, американский, это, наверное, или Квинти, или Мелба. Если с американского материка. Мелбу посадили. Там зимняя. Спартак, что ли? Спартан. Спартан, да. Вот его. Хороший соус. Ну, для меня Спартаны, как автомобиль Жигуль. А Квинти, это, допустим, Мерседес. Чувствуете, нравится? Спросите, есть у вас у Квинти или нет у них. Я уже в питомник не лезу к Сергею. Вот. Это Андрей, он его помощник. Угу. Так вот. Что еще спрашивать-то? Или не мешать вам? Или не мешать. Так, вспомнил. Вам нужны мои книги? Да мы читали. Да. Нать не нужны. Да, мы уже все видели. Вот. Еще девочка, если подойдет, она торгует 100-рублевыми брошюрками. А они очень ценные. Заменяют целую книгу. Вот такие. Заменяют целую книги из этих. Если у нее, она скажет, возьмите у меня брошюрку за 100 рублей. Может это. И возьмете. Ну, все тогда. Я не буду вас больше. А, я мешаю, да, Андрей? Давайте работайте. Нечего лясо точить. Все. Я пошел. Персики не берете. Вот видите, с ленточками. Это я себе оставил. Я жадный. Все никак не могу нарезать. А то что? Персики? С ленточками. Ну и ладно, что я лезу. Вы приехали с готовым списком. Так. Ну тогда пока. Вы слышали слова, Андрей? Идите выбирайте. Единственный питомник в Сибири. И может быть на всей планете, где выбирают люди. А то зачем вам приезжать? Мы вам пришлем. До 20 километров проехать. Нет, мы по почте. Получают и выбрасывают. Знакомо? Так, ну что. Я думаю, не зря поговорили. Еще одни жертвы. Сколько лет потеряны из этих долбанных ямок? Когда переучатся? Мне так стыдно. У меня есть фотография. Мне ее прислали. Вот. А там сидит самый авторитетный садовод. Фамилию, конечно, не называю. На всю их округу. И этот авторитетный садовод. Над ним висит плакат. А на плакате та самая жуткая яма большая. Вот. В ней углубление. А в углублении саженец. Да что ж ты творишь-то? Ведь это 21 век. Это 23 год. Когда же ты переучишься? Почему тебе никто не сказал? Что нельзя так обрекать людей на все это. На бесполезные годы. На потери денег. На надежды, главное. В ней углубление. На этом эре. И до конца.